Да, друзья, сегодня у нас 10,3 было за ровно 60 минут, скорость средняя была 11, наверное, 10,5 километров, потому что половина дистанции на 11, вторая на десятки пробежалась. Все это прям огненные ощущения, на самом деле, от того, что первая тренировка за большое количество времени, сегодня бегал под музыку, и это, возможно, и помогло. Сейчас вам покажу, какие вообще результаты Ярослава. Маечку можно просто выжимать, у него будет течь пот. Огонь просто, я не верю в то, что я вот столько пропустил, и сегодня первый день и сделал это. Смотрим на Ярослава, какие у него показатели. 62 минута, 7,8, сколько у тебя было за 60 минут? 7, ровно, да? За 67 было ровно? За 60? Да. Ну, 7 с небольшим, 7,5. Отлично. Сколько средняя скорость была вообще? Ой, я потихоньку бежал, 8, где-то 8. Ага. С собой доволен сегодня или ну нафиг так бегать, надо больше? Слушай, ну сегодня так разминочная была тренировка. Вообще, сегодня разомнулись так разомнулись. Так, чего хочется добавить, друзья, тем, что первая тренировка в фит-зоне в любом из двух залов в Анапе у них бесплатно. Если вас заинтересовало, заходите в их инстаграм, набирайте так вот, фит-зон, там выдастите его и пробуйте записаться. Мы пойдем на весе. Сегодня, когда я сюда пришел, у меня вес был 101 килограмм. Я думал, что за эти дни я набрал просто колоссальное количество массы, но получилось, что вес примерно плюс-минус остался на том же месте. Сейчас Ярослав говорил о том, что у него плюс 2 килограмма, мы проверим, вот сколько час бега снимает веса. Сначала, правда, в душ, снимем мокрую одежду, а потом встанем на весе. Кто не верит, сколько там воды, майку снял себя, то есть мы ее не мочили, ничего. То есть вот все пот. Офигеть. Ярослав, до этого ты перед тем, как пойти бегать, сколько весил? Почти 83. То есть 83 килограмма. Он 83, пару килограмм набрал, ребята, вот это даже мужики завирают. Ну давай, становись на весы. Ты слышишь? Так ладно, так лучше. Ярик набрал, короче, 2 килограмма 10 грамм с прошлой тренировки. По-моему, как будто переставает поражать, да? Две недели на курице каждый день. Каждый день курица стройка, на курицу стройка. Кто не работает, тот ест. И вот, давайте узнаем, сколько вешу я. Итак, друзья, перед тем, как начать бежать, я весил 101 килограмм. Сейчас пропишали час, сходили в душ. Давайте, взвесимся, походу. Какой вес будет? Ну, походу, сегодня рекорд. Столько я еще не весил никогда. Это причем, что в ботинках, в обуви. То есть, 98, давайте 8 будем считать. Запомним эту цифру. 7,5 тут такая, 8,75 показа. То есть, это мой абсолютный рекорд. Я, на самом деле, очень рад, что получилось. То, что было задумано. И желаю вам всем и каждому к лету подготовиться. Друзья, до лета осталось совсем мало времени. Еще каких-то 3 месяца, ну и, грубо говоря, 25 дней. Так что, берите себя в руки, чтобы я мог на пляжах фотографировать самых красивых людей, как говорится, в самых красивых одеждах. И без них. С вами был Юрий Азаровский. За камерой сегодня у нас Ярослав. Ему спасибо за поддержку и за помощь. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь на улице, где угодно. Можно просто дома даже, друзья. Главное, держите себя в форме. Я рад, что получается. Это прям, ну, самое такое, не знаю, волнующее событие. Я никогда столько не весил на своей памяти в тот момент, как начал следить за весом. А первый раз я встал на весе, когда я весил 145 килограмм. В этом году мы пришли сюда в Фитзон, когда я весил 110 килограмм. То есть, перед этим были изнурительные там желания просто силой воли похудеть. Но здесь, в зале, особенно бег, привел меня в чувство. Я никогда в жизни не думал, что буду бегать 10 километров. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, узнайте, что будет дальше. Всем пока!